Доброго времени суток, уважаемые зрители. Для тех, кто не знает, меня зовут Юлия. И в сегодняшней рубрике «Интервью со студентом» мы снимаем Таисию. Привет, Тася! Скажи, пожалуйста, какой факультет ты представляешь сегодня? Привет! Я представляю медицинский факультет в Плузни Карлова университета. Расскажи нам немного о себе. Откуда ты приехала? Сколько тебе лет? Я приехала из маленького уральского городка. Мне 22 года. Учусь на пятом курсе. А мы помним, что народы Урала ставят лайк за Урал. На пятом курсе медицинского факультета в городе Плузни. Да. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, в каком году ты приехала в Чехию? Я приехала в 2015 или в 2016? 2016. Ну, то есть давно, значит, ты на пятом курсе? Да. Хорошо. Помнишь ли ты, почему ты выбрала именно Чехию? Да. Когда я была маленькая, в школе мы очень часто путешествовали с группами. Мы участвовали в разных международных олимпиадах. И в седьмом классе я умудрилась попасть как раз такой олимпиадой в Чехию. Очень мне понравилась эта страна. Мне очень, в принципе, понравилось, как здесь все выглядит. Вот. И когда мы узнали с родителями о том, что есть возможность бесплатно учиться в Чехии, естественно, мы начали в этом направлении работать и узнавать информацию. Вот. А скажи, пожалуйста, почему ты не поступила в Россию? Я не хотела поступать в Россию, потому что когда ты очень много путешествуешь, ты видишь, как живут люди в разных странах, ты можешь сравнивать. И, к сожалению, сравнение пошло в пользу у Чехии. Вот. И мне не нравится, как происходит обучение в медицинских университетах в России. Когда я поступила уже, мы были, к примеру, на втором курсе, мы проводили вскрытие самостоятельно, как студенты. Вот. И когда я рассказывала девочкам-одноклассницам бывшим, которые тоже поступили в медицинский, но как раз в России, о том, что мы это делали самостоятельно под присмотром лаборантов, они были очень сильно удивлены, потому что такой практики в России, к сожалению, нет. Я бы хотела уточнить еще один важный момент. Все-таки подчеркнуть, что в Чехии образование бесплатное, если учишься на чешском языке. Я не поленилась и прогуглила на сайте учеба.ру. Санкт-Петербургский, значит, государственный университет, медицинский факультет, специализация в лечебное дело вам обойдется в год от 250 тысяч российских рублей. Умножаем на 6, находимся в шоке, и Тася, скажи, учишься ли ты бесплатно? Да. Да. А если вы все-таки претендуете на эти бесплатные места, их всего 50. Значит, ты ехала поступать в Чехию цельнаправленно на медицину? Да, потому что я хотела быть либо учителем, либо доктором. Мне очень нравится работать с людьми, очень нравится с ними разговаривать, и, соответственно, сидеть за компьютером или перебирать какие-то бумаги в офисе мне абсолютно не хотелось. Но выбор все-таки пал в сторону медицины, потому что я люблю вызовы, я люблю, когда много информации приходится обрабатывать, я люблю, когда каждый день что-то новое, и как раз медицина может тебе это дать. Потому что каждый пациент индивидуальный, ты не можешь ко всем ко ним подходить, к каким-то обоценным взорцам, это с общей схемой, и поэтому как раз то, что мне нужно. Тем более поступить в другую страну на чужом языке — это действительно вызов еще и на медицину. Хорошо. Скажи, пожалуйста, поступала ты в 2015 году плюс-минус? В 2016, получается, наверное. Помнишь ты вступительные экзамены вообще? Интересно. Да, помню, конечно, помню. На все факультеты стандартные экзамены, то есть химия, физика, биология, где-то сложнее, где-то проще. Мне, к примеру, довольно помогло, что в ползень как раз можно было выбрать, к примеру, калькулятор на физике. Даже если он не пригодится, он все равно придает тебе уверенности, что если что, тебе не придется считать. Потому что с математикой как бы не особо. Я помню, как я волновалась, как я не спала ночами, готовилась. И на самом деле, мне кажется, что вот тогда было поступить в ползень сложнее, чем сейчас. Почему? Потому что тогда было меньше мест, но желающих было столько же. То есть желающих меньше не стало, но они прибавили с этого года места. То есть расширили места, поэтому и по баллам там получалось проходить гораздо меньше. То есть там в сумме 150 баллов за три экзамена, по 50 за каждый, соответственно, 50 вопросов. И когда я проходила, у нас порог только был примерно 114-115 баллов. Я помню, набрала 124 и была дико счастлива. И сейчас, год назад, что ли, поступал брат знакомый, и он набрал 107 баллов. И поступил. То есть я могу сделать вывод, что сейчас понизили по баллам. И мест стало больше. То есть поступить легче. Ну здорово. А скажи, поступить в Карлов в Праге сложнее, чем в Плазне? Или какой-то разницы весомы нет? Я думаю, что не особо разница. Там скорее, если смотреть по факультетам, сколько мест, соответственно. Там нужно, мне кажется, искать студентов непосредственно этих факультетов и спрашивать у них общее впечатление от учёбы. То есть я выбрала, к примеру, Плазень целенаправленно. Я готовилась целенаправленно к нему. Я даже на другие факультеты столько не готовилась, сколько туда. Потому что у меня не было цели задержаться в Праге. Очень много студентов говорят, из тех, которых я учила, очень много говорят, что хотят только в Прагу. Вот никуда только, кроме Праги. И родители у меня были такие же на самом деле. Это вот остатки того совковского, получается, воспитания. Ну и в принципе из того, что в каких-то столицах, Питер, Москва, к примеру, там качественное образование, а уже если не столица, то образование гораздо хуже. Здесь не так. Здесь нет разницы. Если ты будешь учиться на первом факультете, на втором, в Ползни, у тебя будет тот же самый диплом. Там хорошие учителя, там профессора с огромным опытом, хорошие больницы. То есть нет такого, что в Праге больница хорошая, а у нас факультетные больницы абсолютно старые какие-то. Нет, такого нет. И вот пришлось очень долго уговаривать родителей в том числе, чтобы они смирились с этим всем. И в принципе я хотела поступить в Плзень, потому что я понимала, что на первом курсе ты все равно не увидишь город. По крайней мере в Праге точно, особенно на первом факультете. С тем уровнем загрузки ты просто будешь видеть максимум техническую библиотеку на Дейвицкой, где будешь готовиться и потом ехать домой. Это все. Поэтому я сравнила жизнь в плане стоимости, я сравнила, сколько буду тратить время на дорогу, на транспорт, и сделала выбор в Плзне-Заползни. Ты еще уточнила, что сейчас увеличили количество мест. Да. У меня еще такой вопрос, я где-то читала, что выделяют специальное количество мест для выпускников, для отличников, выпускников чешских гимназий. Была такая практика, я не уверена, что эта практика до сих пор осталась. Но этих мест, которых выделяют, их немного, во-первых. То есть туда не возьмут абсолютно всех отличников, которые туда придут. То есть они не забирают особо места. Абсолютно. И что мне нравится на самом деле в Чехии, что если ты пришел сдавать на чешском языке, никто не смотрит, иностранец ты или чех. Они понимают, что если ты сдал экзамены на определенное количество баллов, то, извините, вы оказались умнее, чем некоторые чехи. Извините. 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 В общем, хотела еще спросить насчет языкового уровня. Требуемый уровень. Это С1 или все-таки сойдет по двоечке такая с натяжкой? С1, который требуют на медицинских факультетах, это не совсем С1. Это не общий уровень языка С1. То есть, по крайней мере, тот, который нужно было даже год назад, это конкретно С1. И если вы посмотрите на сайте Карловой внести, то там прописано С1 для медицинского факультета. То есть это чуть более расширенный Б2. Но все-таки не... То есть с наклоном в медицинскую терминологию. Да, да, да. В этом плане. То есть, в принципе, когда мы поступали, мы поступали с Б2, и люди, которые тогда приносили эти сертификаты, спокойно дожили до пятого курса, по крайней мере, большинство. И спокойно разговаривают, спокойно сдают экзамены, и проблем у них никаких нет. Ты сказала, что поступала с уровнем Б2 чешского языка. Да. А учила ли ты язык до приезда в Чехию? Да, я учила язык до приезда в Чехию. Не все так делают. Ты рекомендуешь? Я бы рекомендовала. Потому что я, в принципе, обстоятельно подошла к этому вопросу, учеба в Чехии, и не хотела оставлять это все только на откуп родителям, чтобы они только все организовывали и так далее, меня отправили на месячные языковые курсы летние, которые я тоже могу очень сильно порекомендовать. Потому что как раз за месяц ты сможешь понять, нравится ли тебе вообще страна, нравится ли тебе люди, которые здесь живут, нравится ли тебе язык, который ты планируешь изучать, чтобы в дальнейшем на нем учиться. Потому что все-таки поступить на медицину – это не на три года приехать сюда, отучиться на бакалавры. Это шесть лет. То есть тебе придется жить, учиться, работать. Если язык не нравится, это просто будет шесть лет мучений. И, соответственно, я приехала, поняла, что мне все очень нравится, и поняла, что чешский все-таки сложный язык. Он не такой простой, как кажется на самом деле. И как раз из-за того, что он похож на русский, возникает много проблем, которые возникают и впоследствии, когда ты уже долго живешь, когда ты думаешь на русском, из-за того, что оно похоже, ты пытаешься сказать точно так же. То есть, к примеру, по английскому таких проблем не возникнет, потому что ты уже привык, что там определенная четкая структура, там абсолютно все по-другому, и слова не похожи, и поэтому ты не путаешься. И чтобы как раз избежать таких проблем, плюсом, что в Чехии очень мало народу говорить на чешском, плюсом, что в Чехии очень мало народу говорит на английском, и знаки тут в Праге, возможно, и дубликацию можно найти, но вот именно в каких-то других городах, если вы куда-то поедете, на вокзалах, везде там все будет только на чешском, и, соответственно, на человек, который вообще не знает язык... Про Кузен говоришь, да? Да, в том числе. Ну, то есть, Марианский Лазник, к примеру, в Кузене, там вот такие вот города, которые знаменитые достаточно, но и для туристов в том числе, но там не особо ты найдешь английский, и в магазинах все на чешском и так далее. Ну, то есть, чтобы не выпадать из жизни на несколько месяцев, пока я буду учить основы, я решила учить язык уже дома. Вот. Учила его с репетитором какое-то время, но буквально месяц-месяц-полтора, потом учила сама с самоучителем, с книжками на чешском. То есть ты так основательно подготовилась к поступлению, я смотрю, и у меня в связи с этим вопрос, что ты порекомендуешь делать, какой-то совет, может, дашь перед приездом в Чехию, если поступаешь целенаправленно на медицину? Я думаю, что все-таки это начать учить чешский язык, потому что, да, можно выучить язык за год, можно, это реально, это показывает успешная многолетняя практика, но вас это будет только сдерживать со временем. Имеется в виду, что у вас есть год для того, чтобы вы подготовились на поступление по медицине. У вас есть три предмета, которые нужно фактически учить заново. Именно в виду лексики, по химии очень большие разделы, очень большие различия, по биологии очень много лексик, которые абсолютно не похожи на русский язык, по физике есть нюансы, на которые нужно обратить внимание. И, соответственно, если вы уже знаете язык, вы можете буквально с первых месяцев накупить себе здесь учебников, сидеть, готовиться, параллельно какие-то ошибки свои, исправляя во время занятий то, что у вас было как бы по недочётам, по выученному материалу. Тася, помнишь ли ты свой первый курс, вот как только ты поступила? Ты не разочаровалась в форме преподавания, вообще в целом в содержании преподавания? Первый курс, он, естественно, самый волнительный, потому что ты хочешь быть самым лучшим, ты хочешь ходить везде, ты хочешь везде успевать. И на самом деле я не разочаровалась. Мне нравилось вообще всё. Там, получается, началась, к примеру, анатомия, где мы не просто на учебниках, на каких-то пособиях это всё учили, ну и реальные кости в руках держали, и органы видели, и разбирали это всё. Я понимаю, что для подготовленного человека это дико звучит, но для медика это реально радость. Я радуюсь вместе с тобой. Я разделяю твою радость, и вы разделите. Скажи, на первом курсе сессия довольно волнительная. Это самая волнительная сессия в моей жизни была, потому что это же очень страшно, это очень много, и ты не понимаешь, успеешь ты всё это выучить, не успеешь ты всё это выучить. Это не нострификация, да, где ты можешь выучить всё на русском, прийти, и переводчик тебе ещё и поможет там что-то это подсказать. Это, ну не нашептать, скорее как бы перевести не то, что ты сказал, а то, что нужно сказать по предмету. Лайфхак. Это, получается, нужно выучить самостоятельно, и не забыть, и не запутаться. На самом деле, вот первые две сессии, пожалуй, первые сессии на летнем курсе, ой, на летнем, пожалуй, сессии на первом курсе, вот именно, вспоминаю с ужасом, потому что это было самое волнительное. Мне на самом деле не повезло, не люблю это слово. Из-за того, что я хорошо готовлюсь, я все экзамены сдавала с первого раза, вот за все пять лет. Это не повезло, это ты молодец, не готовилась. Я рекомендую всем, как вам повезло. Но на самом деле, очень помог потом уже в дальнейшем тот факт, что у тебя на каждый экзамен есть три попытки. То есть, нельзя настраивать себя так, что вот, я сейчас уйду на экзамен, а если не сдам, там вылечу, непонятно когда пересдача. Нет, не волнуйтесь. В этом плане в чешских университетах максимально как бы идут на встречу студенту. То есть, у тебя есть три законом положенные попытки, и разные предметы назначают разные сроки для пересдачи. То есть, к кому-то ты можешь пойти буквально на следующей неделе, к кому-то там через две недели, но никто абсолютно никаких эмоций не проявляет по этому поводу, никто тебя не стыдит, что ты там такой-сякой пришел, не ответил на вопрос и вылетел. И на самом деле, вот именно этот факт меня очень сильно спас. И, пожалуй, вот ты уже не волнуешься, ты уже понимаешь, что я сейчас пойду, и скорее это уже как, я сейчас пойду попробую, посмотрю, что там. Если нет, ну, на второй раз приду, посмотрю, попробую. То есть, фактически, после первой зимней сессии вылететь, ну, невозможно? Только если ты сразу все три попытки не истратил? Ну, сказала бы так, что да. Потому что, в основном, там попытки сделаны так, что, возможно, даже ты этот экзамен будешь сдавать потом летом. Ага. То есть, никто не запрещает тебе, на самом деле, с зимней сессии экзамены сдавать в летней сессии. Им все равно, когда ты это будешь сдавать. Там другое дело, что уже могут не пойти навстречу конкретные профессора с конкретных кафедр, но в основном не было такого, чтобы кто-то сказал, что нет, вот у тебя выписаны сейчас даты, будь добр прийти и сдать. Угу. Хорошо. А какой процент студентов вылетает после первого курса? Вот по сравнению с тем, сколько поступило? Знаешь, не считала на самом деле, не считала, но вот у нас было вроде бы 18 групп по 20 человек в начале. Ну, в общем, у нас осталось к 10-му курсу, ой, к 10-му курсу. Дай бог, пожалуйста. Можно это вставить, это очень весело. Обожаю медики, просто от всей души лайк. К 5-му курсу у нас осталось 10 групп по 20 человек, ну, то есть сократилось там минимум 100 человек. Я такие, не 100, господи. Короче, выжившие выжили. Выжившие выжили. Ну, на самом деле, я могу сказать, по крайней мере, за медицинский факультет в ползни, то, что если ты учишься, если ты не рассчитываешь на какую-то удачу, из-за зрителя, что там где-то, где-то там списать получится, там, или, не знаю, именно вот выучил 10 вопросов, и что попадется один из них, хотя там всего, там, к примеру, 116 вопросов. То есть, если не полагаться на это, а учиться, спокойно можно все сдавать. Как у тебя на факультете относятся к русскоязычным студентам? И много ли их у тебя в грубе вообще? На факультете, в принципе, относятся хорошо. Я заметила, что Чехи довольно-таки благосклонно относятся к иностранцам, то есть нет такого, что «Ой, вот, понаехали, там, чехам места забрали». Нет, такого не было. Наоборот, если человек старается, если видно, что ты стараешься говорить, что ты хочешь контактировать, общаться, ну, в принципе, в большинстве своем люди идут на контакт. Я очень много слышала о том, что иностранцы сами, наоборот, сепарируются от чехов, и в итоге получается, что группа разделена на два лагеря чехи и все иностранцы, которые русскоговорящие. И я очень хотела, чтобы такое было в моей группе, потому что я хотела, чтобы у нас была нормальная, дружная группа, все со всеми общаются, помогают и так далее. И поэтому я, как маленький генерал, грубо говоря, основала чат на Фейсбуке. Кстати говоря, всем приезжающим заведите себе Фейсбук. Смотри, что касается предметов, то есть вы на протяжении шести лет изучаете все отрасли медицины, и потом выходите без специализации. Да, ну как бы у нас такая общая специализация получается, общая медицина. Мы изучаем абсолютно все, это, можно сказать, даже к сожалению, возможно, потому что приходится учить абсолютно все, абсолютно по всем предметам, и всем абсолютно наплевать, что я, к примеру, хочу быть онкологом. Я не хочу быть дерматовенерологом. Ты хочешь быть онкологом? Я очень хочу быть онкологом. Мое сердечко здоровое, надеемся, принадлежит тебе. Вот, и поэтому это, конечно, сложно, это очень много информации, которые приходится обрабатывать, особенно на пятом курсе, когда ты привыкаешь уже к тому, что за четыре курса, что у вас все разделено на семестры, то есть у тебя зимний семестр, зимняя сессия, летний семестр, летняя сессия. На пятом курсе такого нет. На пятом курсе приходит блоковая система обучения, это значит, что у нас идет, к примеру, неделя или полторы или там две блок какой-то клиники, то есть какого-то клинического предмета, к примеру, анестезиология и ресурситация. Это анестезиология и реанимация. И потом, в конце этого предмета, через, то есть за две недели, тебе нужно выучить, подготовиться и задавать экзамены. После того, как ты сдал экзамен, начинается абсолютно другой предмет. И в конце это тоже либо зачет, либо экзамен. Поэтому у нас сейчас как таковой сессии нет. И то есть вот это было, конечно, не межсотворение. Сессия постоянно есть, наоборот? Сессия есть постоянно, а вот именно отдельной сессии, что у вас есть полтора месяца на то, чтобы сдать все экзамены, нет. Хорошо, что касается литературы на факультете, ты читаешь медицинскую литературу на чешском или иногда все-таки лезешь куда-то там поглубже английскую терминологию, русскую? Я в русскую не лезу, потому что... Ничего туда не исправить. Я не пойму, скорее всего. Ну то есть ты уже настолько привык к названиям тем, которые здесь, что когда ты лезешь в русскую литературу, ты такой, еремновенно это где, простите? То есть я знаю, что это такое, я знаю, где это, я хорошо анатомию сдала, но вот именно на русском ориентироваться очень сложно. Бывает такое, что когда готовишь какие-то доклады телепрезентации, лезешь в интернет, ищешь разные издания, потому что очень много медицинских журналов на интересующую тему, и там можно найти статьи с подробными исследованиями, с какими-то показаниями к терапии и так далее. Ну то есть очень интересно. И было один раз в прошлом году, что я в процессе своих поисков наткнулась на испанский журнал или на португальский журнал, и учитывая, что с латынью тоже все хорошо, я поняла, о чем там речь. То есть в принципе английский, да, английская литература периодически, особенно справочники некоторые. Расскажи нам про латынь, раз ты уж упомянула. Латынь начинается с первого курса или... И заканчивается на нем же. Ага, вот так. Все было просто. Это углубленная терминология или... Там в принципе все. То есть как и с чешским языком, тебя научат сначала каким-то основам, тебя научат склонять, читать и параллельно ты учишь словарь. То есть нас не учили там именно как-то разговаривать какими-то предложениями, не заставляли учить десять тысяч крылатых фраз на латыни. Нас учили именно каким-то основам, именно тому, что понадобится в практике. Расскажи, пожалуйста, про практику, интересные случаи, смешные истории. Из практики конкретно смешных историй каких-то нет. Могу сказать про то, что практики, на мой взгляд, не совсем достаточно. Вот именно для учащихся именно на врачей. Потому что если сравнивать нашу подготовку практическую с подготовкой медсестер тех же самых или фельдшеров, можно понять, что мы практически вот именно руками не умеем делать почти ничего. Но опять же, есть возможности для получения дополнительной практики. так, к примеру, на втором курсе мы с подругой выбрали предмет комплексная забота о хронических больных. Пошли мы в хоспис, где находятся люди, получается, уже в терминальных стадиях болезней. И там как раз учились делать уколы, вот какие-то такие вот вещи. Это необязательно. Как бы могли бы и без этого. Могли отходить там, к примеру, три лекции, получить за это пять кредитов и сидеть спокойно. Но вот мы решили именно выбрать такой путь, потому что хотелось именно учиться что-то делать. Вот. И опять же, хочу сказать, даже за какие-то летние практики нужно внимательно подходить к выбору отделения, на котором вы будете проходить летнюю практику. Потому что летняя практика, она после второго курса и после четвертого, если я не ошибаюсь. Да, и после четвертого. И, соответственно, после второго курса это практика, где ты фактически должен выполнять работу миссбрата. то есть помочь с перевозом пациентов, накормить, умыть там и так далее. Но если, к примеру, выберите онкологическое отделение, где у медсестер всегда очень много работы, можете выполнять работу медсестры фактически. То есть мы давали, подавали инфузии, мы ставили катетеры, мы их вынимали. Ну, то есть делали то, что многие из наших однокурсников не сделали до сих пор ни разу. Вот. И опять же могу сказать за практику нужно проявлять инициативу. говорить, я хочу, научите меня, я хочу это сделать, да, пожалуйста, я буду приходить к 6 утра, но просто я хочу это делать. Вам, вас все научат, все покажут и вы научитесь тому, что вам пригодится в жизни. вот. Как развлекаются студенты-медики? Ползни. Я добавлю. Может, у вас какие-то внеклассные мероприятия проходят? Ползни, в принципе, как и на других, мне кажется, факультетах, есть студенческие сообщества, которые предлагают внеклассные... Ты, конечно же, там председатель завкосы, все вместе. Нет, я не завкосы, не председатель. На третьем курсе я была пиар-менеджером одного студенческого сообщества по оказанию первой помощи Life Saving Support. Вот. Это прекрасное студенческое сообщество, которого нет нигде, кроме как в ползни. За это я тоже агитирую за наш факультет, чтобы поступать. Нет, я не создатель, он уже существует давно. Но я за него могу сказать так, что это очень полезное и веселое времяпрепровождение. Почему? Потому что мы не только учимся сами оказывать первую помощь, мы еще и учим остальных людей. Можно там научиться, не знаю, профессионально гримировать. Можете звать меня на Хэллоуин, я могу любой ожог любой степени сделать, или закрытый, открытый перелом и так далее. Приехала в мед поступать, а отучилась на гримеры. Ну, да, логично. Времена такие, что-то делать. И, к примеру, один раз у нас была такая интересная история на практике именно с этим сообществом. Когда у нас проходит практика, это в основном как этапы, как эстафета, то есть 10 этапов, 10 команд, каждая из которых представляет собой команду скорой помощи, которая приехала на вызов. Вы получаете какое-то задание, и вам нужно себя вести, соответственно, ситуацию, и оказать необходимую медицинскую помощь. и был такой случай, то есть такая сцена, что машина врезалась в столб, там водитель, который разбил себе лобо-руль. Когда они уже приходят, выясняют, что водитель не совсем адекватный, что он явно был под кайфом и так далее, а потом из багажника раздаются непонятные звуки, похожие на поскуливание пса. И когда открывают багажник, выясняют, что там лежит девушка, которую этот мужчина украл. Я была этой девушкой, понятное дело, что мы стараемся максимально приближенно к ситуации все отыгрывать, и на наши крики жильцы дома напротив вызвали полицию. Очень весело было потом объясняться с ними, со всеми. Потом уже со временем к нам привыкли, ну и мы привыкли звонить и предупреждать, что вот не переживайте, если кто-то позвонит, вот здесь конкретно это мы, все живы. Потом в ползне, я смотрю, развлекаетесь вообще, ух. Развлекаемся как можем. Еще есть разные сообщества из разряда и ФМСА, и так далее, то есть, причем эти ребята постоянно организовывают тоже какие-то курсы, какие-то акции. Есть университет, к примеру, третьего века для старичков, мы их тоже учим, то есть они приходят, узнают про разные заболевания, про то, как оказать первую помощь, к примеру, младенцам, потому что очень много бабушек приходит, и так далее. Ну то есть, в принципе, ленивый, найти занятия себе можно всегда, причем не просто занять из разряда пойти с друзьями в бар, выпить пиво, вот, а именно то, что тебе потом пригодится, потому что, потому что на пятом курсе происходит разделение на стаж, на больницы, и наша факульта, получается, заключила договор со всеми больницами крайскими по всей Чешской Республике. И, соответственно, нас много, в больницах мест немного, и как разделять. Разделять решили, соответственно, по баллам, вот, и чтобы эти баллы заработать, нужно, во-первых, проявлять инициативу, нужно проявлять инициативу, нужно участвовать в разных акциях, нужно презентовать факультет, и тогда ты получаешь какие-то баллы, которые ты потом списком предоставишь учебному отделению, и, соответственно, сможешь быстрее выбрать себе больницу, и, соответственно, выбора у тебя будет больше. То есть, в принципе, здесь инициатива, это, пожалуй, основное. Хорошо. Что касается специализации, вот ты отучилась 6 лет, и что потом? Ну, в отличие от России, здесь ординатуры нет как явления, и нет тем более никаких платных мест на ординатуру, что ты, например, заплатил за учёбу, потом тебе ещё заплатить за ординатуру. Такого нет. После университета ты идёшь работать по выбранной тобой специальности. Я хочу быть онкологом, я пойду работать онкологом. Первые 3 года нужно будет окончить основной аттестационный курс, то есть я буду на позиции врача без аттестации, а когда я закончу через 3 года этот курс, пройду разные стажировки на разных отделениях, сдам экзамен аттестационный, я буду врачом уже с аттестацией, но с основной аттестацией. Потом для того, чтобы работать успешно онкологом, мне нужно пройти будет ещё 2 курса, ой, 2 курса, 2 года аттестации именно уже специальной. И после этого ты уже становишься полностью аттестованным специалистом, который может работать где ему хочется. А где тебе хочется? Я не знаю. Но в Чехии? Обязательно. Это будет однозначно Чехия. Я думаю про стажировку в Германии, потому что мне тоже интересно посмотреть, как там это работает, но жить я однозначно буду в Чехии. Тем более и уже парень Чех. Так что время на личную жизнь мы заметили есть. И даже на развлечения актёры, гримеры, тире, медики. Хорошо. А что касается зарплат у врачей в Чехии? Что ты можешь нам сказать? Ну, начальные зарплаты, понятное дело, будут не особо высокие. И это, опять же, зависит от больницы, в которой ты работаешь. То есть, если больница большая, к примеру, факультетная какая-то больница, там зарплата будет маленькая. Это логично, потому что у них большой спрос, они как бы престижное место для работы считаются. А вот маленькие крайские больницы, к примеру, предлагают уже больше зарплаты. У меня подруга, которая недавно закончила университет, поступила на работу, спокойно, к примеру, спустя пять месяцев 40-45 тысяч крон зарабатывает. То есть, мне кажется, это вполне себе достойная зарплата. С дипломом Карлова университета ты можешь работать по всей Европе, правильно я понимаю? Да, по всему миру фактически. Но единственное, что в Америке там нужно будет специально сдавать экзамены и так далее. Но, в принципе, Карлов университет это один из самых престижных мировых университетов. Тася, я хочу тебе сообщить, что ты у нас первый человек из Плозни, Плознинская гостья, и поэтому я тебя спрошу про стоимость на жилье, на питание, сколько тебе это обходится, дорого ли быть студентом в Плознинской гости? Однозначно дешевле, чем в Праге. Это я могу сравнить хотя бы потому, что я прожила в общежитии пять лет, сейчас мы уже с молодым человеком снимаем квартиру. Цены на общежитие, если ты живешь с кем-то вдвоем в комнате, очень демократичные, ну, то есть, там, 2800 в месяц это будет выходить примерно, я ценю... крон, это для всех, да, 2800 крон, я очень ценю личный комфорт и пространство, и мне неудобно жить с кем-то, я попробовала, пожалуй, с чешской, мне не понравилось, и в этом выходило 5600, получается, примерно в месяц, и то после того, только когда сказали, что нужно оплачивать оба места, а так, в принципе, гораздо дешевле, квартиру снимать для студента, первокурсника абсолютно никакого смысла нет, то есть, очень многие, и мы сначала тоже искали, в том числе, и квартиру, поняли, что это все-таки дорого, то есть, там однушка будет, ну, в районе 8000 крон в месяц, там 11, смотря какое состояние квартиры, в каком районе она находится, ну, в принципе, как везде. Тася, напоминаю тебе, что у нас есть вопросы от зрителей, на которые я хочу, чтобы ты ответила. Давайте. Можно ли перевестись с медицинского университета моей страны в чешский вуз, или придется учиться заново с первого курса? Нельзя. Придется учиться заново? Причем придется учиться заново. У них даже между факультетами не работает, иногда перенос. То есть, если, к примеру, ты учишься на первом факультете и хочешь перевестись на другой факультет, тебя могут перевести, но, к примеру, на курс пониже, или некоторые экзамены даже не одобрить, то есть, не принять некоторые экзамены, тебе придется их переучивать, пересдавать. Но лучше не надо. Вот. Поэтому, как бы, однозначно, заново, мне кажется, нет. Как влияют тату на поступление в твой университет? Это по поводу внешности. Ах, тебе не что сказать, да? Это по поводу внешнего вида врача. Да, да. Ну, мне кажется, на поступление конкретно никак не влияет. Им все равно, как вы выглядите на поступлении. А вот уже потом, во время практики, во время работы в больнице, естественно, татуировки на запястьях, на руках, на шее, на лице особенно, у некоторых есть татуировки. Вот такого. Вы просто поймите, что врач должен выглядеть опрятно. Но, опять же, есть хирурги, которые там с ног до головы забиты, и у них все в порядке. То есть, это реально зависит от человека. К примеру, что меня по поводу внешнего вида удивило, никто тебе ничего не говорит по поводу маникюра. Я так и знала, что ты скажешь про маникюр. Я представляю, что все это проблемы. Обязательно. Девочки, расслабьтесь, можно делать маникюр. Можно делать маникюр. Такие ногти, типа, да? Нет, такие нельзя. Но у нас был такой случай на практике, что одна девочка отрастила себе ногти или сделала ли маникюр вот именно вот, что у нее было очень длинно. Вы понимаете, как бы вы работаете с пациентом, вы их трогаете. И когда она проводила обследование пациента, у пациента потом остались на коже отметины от ногтей. И тогда, конечно же, очень сильно это все разбиралось и был большой скандал. Ну, то есть, ребята, давайте быть адекватными и понимать, что маникюр делать можно, любой цвет можно, но отращивать 10-сантиметровые ногти нельзя. Спасибо за ваш вопрос про тату. Очень интересно. Важен ли аттестат для поступления? Нет. Если есть диплом лечебного дела в России, можно ли поступить на ординатуру? Еще раз, ординатуры здесь нет. Соответственно, поступать вам будет некуда. Если вы отучились на лечебном деле в России, вам нужно будет пройти процедуру инострификации диплома в Чехии, сдать какие-то экзамены, возможно. Мне кажется, что на сайте Гаустаде вы сможете найти всю необходимую информацию по этому вопросу. И последний вопрос от зрителя. Боишься крови? Нет. Такие в медицине, мне кажется, не особо выживают, потому что на самом деле не надо этого бояться. Нельзя бояться крови, нельзя бояться, к примеру, вскрытий, трупов, органов и так далее. Нельзя, понимаете? У нас был один случай, что на втором курсе, когда мы проводили самостоятельно вот эти вот вскрытия, одна девочка хлопнулась в обморок. Но это был единственный случай, остальные более-менее уже нормально к этому всему относятся. Да, это неприятно, неприятный запах, но потом ты понимаешь, что в принципе ничего особенного. И последний вопрос от меня. Какой совет ты можешь дать будущим абитуриентам медицины, тем, кто хочет поступать на твою специальность? Я, пожалуй, сначала спрошу, а точно ли вы хотите сюда поступать? Потому что нужно для себя решить, надо ли оно мне это, готов ли я посвятить этому всю свою жизнь. Потому что медицина, в отличие от многих профессий, не профессия, это призвание. Вы должны этим жить, вы должны этим просто дышать и кайфовать. Потому что для меня учеба в медицине несложная. Но не потому, что я там гений или там, что я по блату как-то сюда попала и устроилась очень тепло. Нет, потому что мне это нравится. Я люблю сидеть и заучивать названия лекарств, болезней, разных синдромов. Мне это нравится. Я кайфую каждый раз, когда я одеваюсь во все белое, надеваю на себя халат и на шею фонендоскоп. Вот если вас это будет точно так же просто радовать, тогда это профессия для вас. Если вы готовы там тратить кучу времени и нервов в сессии, всю свою жизнь в принципе на это, потому что с университетом и с этими аттестациями не заканчивается образование. Нужно будет ходить на конгрессы, нужно будет ходить на курсы какие-то квалификационные, что-то изучать, как-то развиваться это вся жизнь. И вот если вы на это готовы, то, пожалуйста, поступайте. Так ты крэйзи вообще, я смотрю. Вау! Спасибо тебе большое, что нашла время и рассказала свою историю жизни. Это было очень интересно. Я думаю, вам тоже было интересно и понравилось. Поэтому я рекомендую вам подписаться на все наши соцсети, чтобы не пропустить следующих полезных интервью. Вот. И следите за новостями. Мы будем держать вас в курсе дела. Всем пока. Пока.